Приветствую! К огромному нашему сожалению на сегодняшний день актуальным является вопрос, как отказаться от гражданства Украины. И мы прекрасно понимаем, что это вызвано тем, что в стране происходит война, люди боятся здесь жить и хотят уехать из этой страны. К огромному нашему сожалению. Друзья, и вот здесь я хочу осветить этот вопрос и рассказать, какие есть способы выхода из гражданства Украины и как это работает, насколько это возможно вообще в современных условиях. Для того, чтобы ответить на все эти вопросы, нам нужно обратиться к главному законодательному акту, закону Украины о гражданстве Украины. Ну а перед тем, как перейти к рассмотрению этого законодательного акта, хочу сказать, что данное видео подготовлено при поддержке Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца, в котором я имею честь быть заведующим кафедрой. Ну а теперь перейдем непосредственно к основному вопросу. Итак, как уже было сказано, основным нормативно-правовым актом, который регулирует вопросы принятия в гражданство и выхода из гражданства является закон Украины о гражданстве Украины. Ссылочка на данный закон, конечно же, будет в описании к этому видео. Согласно этому закону, а точнее 17 статье этого закона, гражданство Украины прекращается в двух случаях. Первый случай – это выход из гражданства, когда мы говорим о добровольном выходе человека из гражданства по собственному заявлению. И второй случай – это вследствие утраты гражданства Украины, когда, по сути, утрата происходит не по собственному желанию, а в силу решения государства. И вот разберемся сейчас мы с этими случаями. Выход из гражданства возможен в тех случаях, если первое – человек приобрел гражданство другого государства, либо же получил документ от другого государства о том, что он приобретет его гражданство при условии выхода из гражданства Украины. То есть вот два документа здесь может быть – либо документ, подтверждающий, что уже гражданство есть, либо документ, такое обязательство другой страны принять в гражданство, если человек выйдет из гражданства Украины. И второй случай – это человек имеет статус постоянно проживающего за границей. Обратите внимание, не просто человек должен уехать и жить постоянно за границей. Нет, должно быть оформлено выезд на постоянное место жительства за границу. Только в этом случае человек сможет обратиться с заявлением о выходе из гражданства. Как это сделать? Подать заявление о выходе из гражданства. Если человек находится за территорией Украины, то он подает такое заявление в консульство Украины. Если же он находится в Украине, то можно подать соответствующее заявление в государственную миграционную службу. Следует сказать, что сроки рассмотрения таких заявлений достаточно продолжительные. И, например, только ДМС будет рассматривать это заявление до 8 месяцев. Идем дальше. Какие же есть основания для утраты гражданства Украины? Первое основание. Добровольное приобретение гражданином Украины гражданства другого государства. Второе основание. Приобретение лицом гражданства Украины в результате обмана или сознательного представления ложных сведений или фальшивых документов. То есть здесь мы говорим о тех ситуациях, когда человек вступил в гражданство Украины и подал какие-то недостоверные данные. И третье основание, которое нас интересует, это добровольное вступление на военную службу другого государства, которое в соответствии с законодательством этого государства не является воинской обязанностью или альтернативной невоенной службы. При этом пункт третий не применяется, если в результате выхода утраты гражданства человек окажется лицом без гражданства. То есть если у вас есть какой-нибудь там замысел о том, что хорошо, сейчас я быстренько на какую-то альтернативную службу поступлю в другом государстве. И благодаря этому утрачу гражданство Украины. Нет, это так не происходит. Этот пункт не будет применим, потому что есть такой международный принцип недопущения появления случаев без гражданства. И соответственно здесь государство не может принять решение о утрате вами гражданства. Идем дальше. Вот в этом слайде, в этом правиле кроется вся суть, соль и боль данного вопроса. Датой прекращения гражданства Украины во всех случаях является дата издания соответствующего указа президента Украины. То есть этот вопрос не просто растянется на месяцы, а скорее всего годы. Этот вопрос завязан на указе президента Украины. Потому что, как мы знаем, гражданство это там особая связь между человеком и государством. И вот разрыв этой связи возможен, согласно действующего законодательства, только лишь по указу президента Украины. Как вы думаете, и это риторический вопрос, будут ли приниматься указы о утрате или о выходе из гражданства Украины по заявлению людей в условиях военного времени. И, конечно же, здесь возникает вопрос, а какой статус у того человека, который уже подал заявление о выходе из гражданства, либо в отношении его рассматривается дело о возможности утраты гражданства. Здесь есть соответствующее правило в данном законе. Есть статья 20 закона Украины о гражданстве Украины, в котором сказано, что гражданин Украины, подавший заявление о выходе из гражданства Украины, или в отношении которого оформляется утрата гражданства, до момента издания указа президента о прекращении гражданства Украины, пользуется всеми правами и несет все обязанности гражданина Украины. Друзья, вот здесь я хочу в том числе показать, что данный способ, данный механизм, данная правовая возможность на выход из гражданства не может рассматриваться как способ уклонения от воинской службы, как способ выезда из Украины по одной простой причине. То есть пока вы подали, с того момента, как вы подали заявление о выходе из гражданства, ваш статус абсолютно не меняется. Как мы видим, вы все равно несете все обязанности гражданина Украины и будете их нести до тех пор, пока президент своим указом не прекратит ваше гражданство. А это, как мы понимаем, маловероятно, что произойдет в условиях военного положения. Потому что здесь позиция государства абсолютно понятна, прозрачна и, в принципе, наверное, в условиях военного положения просто другой позиции не может быть. Не могут они, не может государство отпускать своих граждан. Вот таким образом. Поэтому, друзья, подводя итоги, если вы планировали использовать этот способ как способ ухода от воинской обязанности, либо как способ выезда из Украины, мы его не рассматриваем. Но, друзья, вы должны знать, что на сегодняшний день государство многим из нас предоставляет отсрочку. У многих есть право выезда из Украины. И очень часто бывает, что люди имеют такое право, но не знают об этом. Друзья, на моем канале собрано очень много видео, посвященных этому вопросу. И я здесь вас призываю. Пожалуйста, ознакомьтесь с ним, ознакомьтесь с законодательством. Почитайте это все внимательно. Возможно, у вас есть право на отсрочку и право на выезды из Украины. А вы сейчас пытаетесь найти какие-то там полулегальные схемы выезда, например. Друзья, государство предоставляет множество возможностей. Пользуйтесь им. А как это сделать, рассказываю я на своем канале. Напомню, друзья, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok